История мира Майнкрафта богата на различные события. Пока мы не вошли играть за своего персонажа в этот мир, произошло огромное количество изменений. Гуляя по миру, вы встретите зомби, так похожих на нас. И зададитесь вопросом, что произошло с людьми, и неужели все они вымерли? Вы встретите пиглинов, которые боятся вступить в обычный мир, потому что вирус их убивает. Или найдете цивилизацию жителей, где одна фракция постоянно уничтожает другую. А также найдете кучу строений, про которые вообще ничего не знаете. Но сегодня мы постараемся разобраться в истории мира Майнкрафта в целом. Это видео является сборником теории. Конечно же не всех, потому что все теории поместятся только в книгу, которую я уже активно пишу. Это первое крупное видео я сделал по просьбе зрителей, и в честь того, что на канале не так давно собрался миллион. Спасибо вам. Приготовьтесь отправиться в интересное путешествие в мир прошлого Майнкрафта. Присаживайтесь поудобнее, с вами Грит, и мы начинаем историю мира игры. До появления жизни все три мира существовали отдельно. Верхний мир был ненаселенный в основном мерзлой пустыней, где уровень воды был гораздо ниже, чем сейчас. Нижний мир полностью состоял из лавы, и жизни там вообще никакой не было. Край же был скоплением островов. В Верхнем мире по истории позже поднимется уровень воды, так что затопит цивилизации. Но прямо сейчас эти цивилизации только начинают зарождаться. Земля потихоньку нагревалась, что позволяло строить в теплых краях, такие как пустыни, дома из подручных материалов. Самые первые зародившиеся цивилизации были пиглины. Сейчас это глубины океана, но тогда это были вполне теплые, богатые жизнью места, где селились первые разумные обитатели. После заселения самых теплых мест начали появляться люди. Вторая цивилизация – вид нашего игрока. Такие структуры, как пустынные пирамиды и джунглевые храмы создаются людьми. В обоих этих храмах используется редстоун, которым не владеют жители и не используют пиглины. Поэтому можно сказать, что цивилизация игроков росла, строя храмы и обитая в них. Деревенские жители – последние из разумных цивилизаций появились позднее, сильно позже пиглинов и игроков. Сейчас же мы рассмотрим порталы. Еще никто из цивилизаций не отправлялся в ад, ибо он сильно раскален. Но по миру в определенных местах, где сейчас построены крепости, были раскиданы разломы в пространстве. Это была хаотичная форма внутренность портала в край. Цивилизация игроков отправляется под землю, чтобы изучить эту аномалию. Это объясняет, почему крепости построены именно в определенном радиусе от центра мира. Если бы их можно было обстроить где угодно, их бы строили действительно где угодно, как порталы в ад. Рядом с этой аномалией начали возводиться каменные крепости. Люди активно изучали разлом, что даже создали целые библиотеки рядом с порталом. Ранее люди отправлялись в экспедицию в Энд и начали изучать местные растения. Напомню, что это была просто безжизненная пустыня с хорусовыми деревьями. Не было еще никаких городов-края в Эндермире, не было и эндерменов. Свои записи о наблюдениях они оставляли в книгах библиотеки. А судя по вещам, которые можно найти в крепости, они тут полноценно жили. Ибо есть броня на игрока, оружие и инструменты для нашего персонажа. Пиглины также не ограничиваются строительством своих маленьких домиков на поверхности. Ведь они истинные металлурги, как мы сейчас видим. Они постоянно добывают золото, льют из него оружие и броню. Большую часть времени они проводят под землей, живя в обычном мире. Как вы можете сейчас заметить, у пиглинов в бастионе имеются металлические цепи и фонари, делающиеся из железа. Его нельзя добыть в нижнем мире, железо есть только в обычном. Так же, как и алмазы в сундуках пиглинов, они тоже есть только в обычном измерении. Из этого следует вывод, что они вообще все добывали, живя под землей. Чтобы полноценно жить под землей, им нужно было поселение. Таким поселением стал Древний Город. При его строительстве не предполагалось, что просторы под землей заразит скалкорганика. Большие здания, симметричные улицы, Древний Город планировался как рай под землей, со своей красивой архитектурой. Началось строительство города. Есть множество доказательств того, что именно пиглины являются строителями. Хотя бы потому, что такие громоздкие постройки из камня строятся только свинолюдьми. Возьмем тот же самый бастион. Сами по себе пиглины всегда строили здания из камня. В тот момент, как другие цивилизации пользовались в основном деревом, либо другими материалами. Ну и посмотрите на город. Несмотря на его мирную планировку, центр все равно защищен стеной, всего с одним входом, как средневековые замки. Центр с порталом это полноценная крепость. Так же, как и другие постройки пиглинов, бастион это тоже крепость. К тому же им крайне удобно было бы жить там, одновременно добывая ресурсы под землей. Эти ресурсы до сих пор можно найти в сундуках древнего города. Наравне со строительством древнего города, пиглины изучают открытие портала в Нижний мир. Как вы видите, в древнем городе используются фонари-душ. Фонари в своих постройках используют только пиглины. Это является еще одним доказательством того, что строителями были именно свинолюдья. Но сам фонарь-душ, применяемый в древнем городе, нуждался в еще одном компоненте для голубого оттенка. Этим компонентом являлся песок-душ, либо почва-душ. Пиглины являются первооткрывателями портала в ад. Как вы знаете, портал может переносить не только сущности, но еще и кинутые предметы. Животных, которых вы туда толкнули, летящую стрелу и вообще все что угодно, включая воздух. Порталы всасывают воздух в себя, как это много раз показывалось в трейлерах Майнкрафта. И как вы можете это заметить в самом Майнкрафте? Частицы, что появляются у портала, воздухом перемещаются внутрь портала. Значит, ветер движется внутрь Нижнего мира. Как вы помните, Нижний мир на тот момент только формировался и почти полностью состоял из лавы. А что будет с раскаленным Нижним миром и на тот момент холодным верхним, если в один момент миллионы порталов по всему миру начнут одновременно открываться? Начал происходить воздухообмен, из-за чего Нижний мир начал стремительно остывать. В ад всасывался буквально ледяной ветер, и такие биомы, как базальтовые дельты, состоящие полностью из лавы раньше, застыли. Базальт формируется только в том случае, если рядом с лавой есть источник резкого холода, к примеру, лед. Так в аду наступает окололедниковый период, замораживающий большую часть биомов Незера. И хоть ад был крайне горячим местом, все-таки какие-то существа уже жили к тому времени в Нижнем мире. Они были огромны по своим размерам, но были не готовы к резкому похолоданию. Как итог, мы прямо сейчас можем найти их огромные останки в долине душ Нижнего мира. В Верхнем мире также наступают изменения, ведь сюда прибывает раскаленный обжигающий адский воздух. Уровень воды в мире начинает медленно подниматься из-за таяния ледников. Ибо в миллионах точках карты из портала выбивается раскаленный до 1200 градусов воздух. Примерно такая температура у лавы, которой был заполнен Незер. Те дома, которые были построены на равнинах, начинают тонуть из-за таяния ледников. А множество ледников сейчас в мире Майнкрафта выглядят как наполовину растаявшие биомы. И крупные ледники дрейфуют по открытому океану. Тем временем на поверхности начинается зарождение новой цивилизации, которая, вероятно, косвенно связана с людьми. Это раса деревенских жителей, которые на тот момент обитали в тропах. Тропа – это мини-деревня, состоящая в основном из совершенно маленьких домиков вдоль одной улицы, вдоль одной тропы. Тропа заканчивалась главным домом, где, вероятно, были покои вождя, ну либо старшего в тропе. В момент создания троп не существовало никаких разбойников. Они отколятся от единой цивилизации позже. Сейчас это общество носатых было едино как никогда. Их было мало во всем мире, и их руины мы можем найти в таких местах, как джунгли, многолетний березняк и старая тайга. Вероятно, когда они селились в эти биомы, эти места были вполне молодыми и вряд ли назывались многолетними. Их руины, в отличие от руин других цивилизаций, находятся не так глубоко под землей. Их можно откопать за короткий промежуток времени. А своей верхушкой руины тропы даже выходят на поверхность. Поэтому эти руины принято считать молодыми среди всех остальных видов руин. В руинах тропы мы можем заметить верстаки для профессии жителей, которые и сейчас используются в деревнях. Кроме жителей в своих строениях, эти верстаки никто не использовал. У пиглинов их нет, так же как и у игроков. Если вы откопаете руины тропы до конца, то найдете алтарь с изображением крипера. Крипер как и раньше, так и сейчас является для жителей религии. В каждой деревне есть церковь, в каждой деревне работает священник. Какой бы ни был наряд у священника, он всегда будет носить на спине плащ с изображением крипера. Вероятно, жители боятся крипера, потому что поклоняются ему. По моим наблюдениям, именно из-за этого в деревнях прямо сейчас заводят бродячих котов. Они отпугивают криперов от деревни, не давая домам разрушиться. И заметьте, что жители не заводят никаких собак, ни попугаев, никаких либо декоративных рыб. Они заводят именно котов для отпугивания криперов. Поэтому эта взаимосвязь в руинах тропы прослеживается больше всего. Тот, кто тут жил, поклонялся криперам у этих алтарей. Тем временем люди занимаются исследованием эндермира. Люди очень активно изучают эндермир, что приносит из этого измерения эндерняк, создавая сверхпрочную рамку для портала. Таким образом, им удалось разлом сконцентрировать в одном месте. Порталы как были, так и оставались открытыми. Для их существования не нужны были очи края. Другая половина людей проживает на поверхности, взаимодействуя с другими цивилизациями. К примеру, с жителями. В руинах тропы мы можем откопать много осколков горшков с изображением различных профессий жителей. Таких как лучник, оружейник, рыбак, шахтер и многие другие. Среди осколков есть и изображение человека, похожего на нашего игрока. Вероятно, в прошлом цивилизация игроков и жителей сотрудничала и торговала. Оттого и в деревне к нашему игроку жители относятся дружелюбно. Наши игроки ходили в тропу, торгуя, заодно пользоваться верстаками для крафта. Возможно, именно от жителей были изучены верстаки для создания специальных предметов. Сложно сказать, какие отношения у людей с пиглинами были в прошлом. Вероятно, нейтрально дружелюбные. Особых причин для ненависти не было, так как каждая цивилизация развивалась в своем направлении. Со временем тропы пришли в упадок и тут начался раскол общества жителей на две фракции. Первая часть жителей хотела, как и прежде, жить в мире и согласии с другими цивилизациями. Вести сельский образ жизни, ставя главной целью торговлю. Другая сторона хотела того, чем занимаются разбойники сейчас. Это мародерство и грабежи. Военные экспедиции для изучения древних технологий, чтобы овладеть более могущественными силами, такими как темная магия. Это похоже на то, что у вызывателя. Деревенские жители изгнали разбойников из своего общества навсегда, но те обещали вернуться. И речь идет именно об изгнании, а не о мирном уходе разбойников из деревень, так как они и по сей день возвращаются мстить жителям. После изгнания началось строительство таких деревень, какие мы знаем сейчас. Вполне возможно, что со строительством помогала и цивилизация людей. В любом случае с жителями, выбравшими торговлю, у игроков оставались до сих пор теплые отношения. Это и стало ключевым фактором ненависти разбойников не только к жителям, но и ко всем игрокам. Люди выбрали сторону, а значит стали автоматически врагами для другой фракции. В этот же момент со строительством деревень разбойники отправляются в леса, чтобы обустроить свое новое жилище. Начинают возводиться лесные особняки, огромное жилище с минимальным количеством света. Отчего цвет кожи разбойников стремительно бледнеет и становится сильно отличающимся от жительского. Разбойники проводят слишком много времени в лесных особняках. Из-за того, что по сути своей особняк это отдельный город с домами внутри. В этом городе есть все для жизни, и огороды для пропитания, и кузница для ковки оружия. И комнаты для добычи дерева, и боевые ринги для тренировки навыков. И спальные комнаты, и библиотеки, и столовые, и залы для совещаний. Лесной особняк был сделан так, чтобы в нем было возможно жить, не выходя за его пределы. Так сменяются поколения за поколениями у разбойников. Где новорожденные носатые воспитываются в условиях ненависти к мирным торгующим жителям. Религия скриперам забывается навсегда, и на замену приходит идеология превосходства разбойников над жителями деревень. Везде начинают вешаться знамена с портретами разбойников. Большие портреты из шерсти появляются в каждом особняке. А знамя поднимается вверх при каждой осаде деревни. Наряду с появлением портретного знамени есть и другой символ белого солнца. Который часто можно встретить на флагах в спальных комнатах лесного особняка по три штуки. Больше никакие символы разбойники не используют. Только портретное лицо мародера и белое солнце. Зачем разработчикам вообще добавлять символ солнца мародерам? Однако если поменять цвет этого солнца с белого на черный, то все встает на свои места. И отсылка становится более чем ясной. Гуглить не рекомендую. Мир Майнкрафта на момент раскола жителей на две фракции находился, можно сказать, на стадии войны. Ведь как минимум две из трех цивилизаций были в это втянуты. Однако появляется вторая, более серьезная проблема, грозящая вообще всему живому. На землю начинают падать астероиды, содержащие аметистовые жиоды. В общей сумме на всю карту в Майнкрафте упало и провалилось в разную глубину десяток миллионов астероидов. Обратите внимание, что аметист это материал, который не встречается как обычная руда. Она не растет скоплениями как руда. Аметист всегда находится в шарообразном куполе кальцита и полированного базальта. Астероид уже в готовом виде прилетел сюда и ударился об землю. К тому же обратите внимание, что оболочка любой аметистовой жиоды сделана из полированного базальта. Базальт это порода, состоящая из застывшей лавы. То есть шар, в котором расположен аметист, был раскален. Вспомните, что происходит со стероидами, когда они влетают в атмосферу земли. Они начинают сгорать в атмосфере, нагреваясь по своей температуре даже выше температуры лавы. На этапе сгорания в атмосфере и образуется такой целостный шар из базальта. Если так подумать, то руды железа и золота тоже образованы из-за высоких температур на этапе формирования земли. И под давлением земли руды были спрессованы до нынешнего состояния. Но почему-то мы не находим базальт в Майнкрафте рядом с рудами. Они расположены просто в открытом камне. В этот момент аметистовые животы полностью покрыты базальтом. Что подтверждает их прилет на карту Майнкрафта откуда-то извне. Это, вероятно, вызвало еще больше катаклизм. Что еще сильнее изменило температуру земли до такой, какую мы видим сейчас. В целом мир Майнкрафта заметно нагрелся, что большая часть ледников оттаяла. К тому же, в этот момент с метеоритной бомбардировкой земли появляется, наверное, последняя капля в терпении всех трех цивилизаций. Это причина, по которой наш игрок больше не встретит таких же, как и он. Этой причиной был зомби-вирус. В своей теории про зомби-вирус я пытался ответить на вопрос о возникновении этого вируса на планете. Ведь он появился в один момент и начал уничтожать целую цивилизацию. Внезапно вирус мог появиться, по моим предположениям, только из двух мест. Первое предположение – метеориты с аметистами, которые помимо того, что содержали ранее невиданные для Майнкрафта кристаллы, они еще могли бы содержать бактерии с зомби-вирусом. Напомню, что астероиды, что находятся в космосе, чаще всего содержат неизведанные человеком минералы, другие материалы, а также новые виды живых организмов в виде бактерий. Внутренность летящего астероида – отличное место для формирования такого рода жизни. Приземлившиеся на Землю аметистовые астероиды давали трещину при ударе о поверхность. Почти каждая ажиода содержит трещину в средней и нижней части. Если внутри аметиста находились бактерии, они как минимум могли бы покинуть астероиды и распространиться. А как максимум сами люди могли бы туда полезть для изучения. Ведь, как мы знаем, каждая из цивилизаций не терпится куда-то залезть и поизучать. Астероиды падали по всей карте равномерно, и на нулевых координатах, и на границе мира. Поэтому вирус действительно появился внезапно и сразу по всей карте Майнкрафта. Другое предположение гласит, что зомби-вирус мог появиться из четвертого измерения, прямо из портала в древнем городе. К тому времени портал в Скалково измерения был открыт пиглинами. Ведь не зря они его строили прямо в середине города. Скалк является органической агрессивной формой жизни, которая жаждет захватывать новые пространства, поглощая души. Если убить моба рядом с катализатором, Скалк поглотит опыт, выбросит душу и направит энергию на дальнейшее заражение земли. Можно сказать, что Скалк это вирус, который заражает, правда, не людей, а пространство, а живое все убивает для пропитания. Цель любого живого организма это размножение. Только Скалк это делает крайне агрессивно. Из того измерения, откуда появился Скалк, мог появиться и зомби-вирус. Хотя бы по той простой причине, что зомби-вирус и Скалк одной природы. Они заражают, чтобы размножаться. Также и зомби-вирус подсаживается к носителю, который направит его к потенциальной жертве, которую тоже можно будет заразить и так до бесконечности. Если зомби-вирус возник именно из-под земли в древних городах, то воздух по многочисленным шахтам поднялся на поверхность, заражая воздух. Это объясняет то, что воздух после этого заразился и в эндер мире, так как между обычным миром и эндом бедрока нету. И это подтверждает, почему много нежити появляется именно в пещерах. Прямо точных доказательств способа возникновения зомби-вируса нету. Но каким бы способом не появился зомби-вирус, он начал уничтожать все три цивилизации. В большой опасности в первую очередь оказались пиглины, которые являлись самой древней цивилизацией. Мы не зря расставили цивилизации по времени появления. Пиглины, как представители первой разумной расы, стали уязвимее к вирусу больше всего. И заражались от него через воздух верхнего мира примерно за 20 секунд. И что важно, без возможности выздоровления. Поэтому они до сих пор живут в аду. Представители второй расы, людской, были уже не такими уязвимыми к вирусу. И заражались только от физического контакта с зомби. Людей также невозможно вылечить от заражения. Самая новая раса жителей обладала еще большим иммунитетом. Они не заражаются через воздух, а после физического контакта с зомби их можно вылечить. От времени появления расы напрямую зависит устойчивость к вирусу. И пиглинам повезло меньше всего. Свинолюдям нужно было искать новое место для заселения. Логичным выбором для них стало адское измерение. За большое количество времени, что порталы в ад были открыты, температура в аду резко упала. И хоть все еще была крайне жаркой, там начали зарождаться биомы, в которых можно было полноценно жить. Пиглины начинают массовую миграцию всего своего населения в Нижний мир. Почти ничего не оставляя после себя. Только что переехавшие пиглины в ад нуждались в доме. Поэтому начинают строиться адские крепости. Они планировались как первоначальные укрепления, которые использовались бы до создания полноценного дома для пиглинов. Такая перекантовочная база с возможностью защиты. Крепости построены из подручных материалов. Адский кирпич это переплавленный адский камень. Который у пиглинов был буквально под ногами. А так как они знают толк в переплавке, они используют все свои печи для создания кирпичных блоков для крепости. К тому же это единственная разумная раса, живущая в аду. Кто бы кроме них построил бы такие огромные строения? И заметьте, что крепости по сути своей это оборонное укрепление, так же как и древний город, так же как и бастион. А архитектурные решения сходятся во всех трех постройках. Для защиты крепостей пиглины создают стрелковые башни, сливая из металла спавнера. Позже пиглины также будут использовать спавнер, но уже у себя в бастионах. И это единственные разумные обитатели ада, которые знают как их делать. В спавнеры они ставят защитных роботов, слитых из золота. Это единственный металл, которого в аду огромное количество. Свинолюди используют золото, потому что именно золото у них ассоциируется с защитой и безопасностью. Именно поэтому они носят только золотую броню и только золотые мечи. И игрока они не атакуют только в золотой броне. На этом моменте пиглины начинают догадываться, что золото является лекарством от зомби-вируса. И оно ведь действительно таковым является. Если вы сомневаетесь, что ифриты слиты из золота, просто ударьте их, и вы услышите звуки удара по металлу. В крепости они начинают выращивать незер наросты. Это единственное, что можно вырастить в нижнем мире в отсутствии воды. Позже мы увидим, как те же самые пиглины используют грядки уже в бастионах. Опять же, как единственная разумная раса, которая вообще догадалась выращивать наросты. В природном виде наростов не существовало. Именно пиглины вывели этот вид. Они добыты из леса Кримзона, как плоды листвы этих древовидных грибов. Поэтому в природе вы не встретите нарост. Он либо в этих блоках, либо в постройках цивилизации пиглинов. В этот момент цивилизация игроков тоже начинает заражаться. И в отличие от пиглинов, у них есть два пути побега из обычного мира. Так как они не заражаются от зомби-вируса через воздух, у них есть возможность выбора между нижним миром и краем. На этом моменте людская раса делится на две части, и это было бы логичным решением. Так как до этого игроки никогда не жили ни в аду, ни в Энде. Это билеты в один конец. И туда, и сюда. Нельзя было, чтобы все люди отправились только в одно место и вымерли полностью. Было решено разделиться, и половина отправившаяся в ад начала исследовать нижний мир, пока не наткнулась на свинолюдей. Надо учитывать, что времена были такие, что все разумное население верхнего мира в панике бежало оттуда. И в моменте, когда наступает голод, а у людей нет дома, закономерно начинается борьба за выживание. И так началась первая масштабная война между людьми за адские крепости, которые были оснащены и защитой, и едой. Огромное количество людей бросилось в бой захватывать адскую крепость, которая была защищена достаточно хорошо. Эта война, это причина, почему пиглины атакуют игрока просто так. На стороне пиглинов выступали и сами пиглины, и созданные ими ифриты, которые по старой привычке тоже атакуют игрока, а не знают своего врага в лицо. По той же причине и брутальные пиглины атакуют игрока, несмотря на его золотую броню. Брутальные пиглины это закаленные войной свинолюди. Они, вероятно, помнят, что сделали люди, и поэтому не доверяют им, даже если игрок пришел с мирной целью. Последствия этой войны вы можете наблюдать прямо сейчас, войдя в крепость. От людей остались оживленные сгоревшие останки в виде сушеных скелетов. По структуре тела и лица это скелет игрока, но сгоревший, из-за чего кости расширились и скелеты стали выше. Убив этого скелета, выпадает уголь. То есть эти люди были тут с оружием в руках, и они сгорели тут в крепости, где нет никакого огня, кроме огня эфритов. Очевидно, что скелеты и сушители были врагами крепости. Именно поэтому даже сейчас пиглины ненавидят скелетов и сушителей. И при встрече по старой привычке начинают биться друг с другом насмерть. Со стороны пиглинов остались только тела, которые со временем стали нежитью. Это две основные причины, почему пиглины не возвращаются в крепости. Теперь там опасно. А своих зомби-версий они до ужаса боятся. В сундуках крепости остались вещи, которые были принесены сюда из верхнего мира. Это одна из основных причин ходить в адскую крепость. Есть и невоевавшие люди, которые умерли не от сгорания на войне с эфритами и пиглинами. Они не сгорели, их кости не обуглились. И они до сих пор нормального размера. Их можно встретить на просторах долины душ. Скорее всего, эти люди просто умерли в аду во время исследований. Таким образом, во время войны в аду первая половина людской расы почти полностью вымирает, оставляя после себя очень мало выживших. Пиглины из-за опасности бегут из адской крепости, отстраивая себе новый бастион. На момент строительства он не был в руинах. Это была красивая крепость пиглинов, которая была отстроена с нуля и с более крепкой породы камня. Позже эту крепость попытались взять штурмом остатки людей, вызвав Иссушителя. Такие огромные разрушения по крайне твердому камню мог бы причинить только адский босс Майнкрафта. Вряд ли это все делалось с помощью пушек, стреляющих по бастиону. Это все нереально и в Майнкрафте такого нету. Иссушитель был больше местью, а не способом отжать бастион. К несчастью для людей, у пиглинов получается отбить свой бастион, хоть и теперь он был в руинах. Иссушителя пиглины смогли победить достаточно быстро, хоть и большой кровью. Летающего босса сбивали пиглинские арбалетчики. А после потери половины здоровья в ближнем бою дело оставалось за брутальными пиглинами. Свинолюди очень хорошо запомнили Иссушителя, из-за чего теперь его атакуют так же яростно, как и других визорскелетов. Вторая половина людей отправилась в Эндермир. Ситуация в Энде была не лучшая, чем в Нижнем мире. На безжизненных пустых островах рос только хорус, и это было основным видом пропитания долгие годы, что люди обитали в Энде. Люди нуждались в доме, из-за чего начинают строиться города края. Заметьте, что города края также построены из подручных материалов. Тут используется всего два вида предметов. Это эндер-кирпичи, сделанные из камня, что находятся у них под ногами. А также пурпурные блоки, сделанные из пережаренного хоруса. Используется еще и стекло, которое люди могли принести с собой из обычного мира. Как и остальные предметы, такие как броня на игрока, оружие и прочие ресурсы, оставленные людьми в городах края. Но люди оказались в Эндермире не одни, была опасность драконов. Для чего из городов теперь отправлялись в полет боевые корабли, оснащенные окнами для отстреливания. Корабли летали благодаря стержням, по моему мнению они могут поднимать воздух по стройке. Так как выделяют те же частицы, что и летающий снаряд шалкера. Накладывая левитацию, частицы этого же цвета выделяются уже от игрока, и он летит вверх. Головы убитых драконов люди вешали на нос корабля. А в трюме игроки хранили оружие и доспехи для битв, а также элитры для полета по островам. Возможно элитры были даже больше парашютом, чтобы в случае крушения можно было допланировать до ближайшего острова. В своих городах края люди размещали шалкеров, которые в коде игры называются Энд Голем. Приставка Голем означает то, что он был кем-то создан. Это большой намек от разработчиков. Вы спросите, где же сейчас люди, что жили в этих городах? Оглянитесь, они все еще здесь, но теперь они изменились навсегда. Они вытянулись, а их кожа стала черной. Но они все еще могут выговаривать на человеческом вот такие звуки. Это единственные мобы, которые говорят на человеческом английском, хоть и в искаженном языке. А также у них остались привычки, ведь люди являлись строителями. Поэтому Эндермены могут до сих пор перемещать блоки. И спустя долгие годы в мире Майнкрафта появляется наш игрок, ничего не знающий о прошлом мира Майнкрафта. Он изучает мир, но не понимает происхождение всех этих построек. Но посмотрев эту теорию, вы узнали о Майнкрафте намного больше. Фух, это была достаточно большая теория. Напоминаю, что лицензию Майнкрафта, чтобы нормально играть со скином, вы можете купить у меня в магазине намного дешевле, чем на официальном сайте разработчиков. И самое главное, что вы можете купить её из России. А также можете войти на мои сервера по выживанию без приватов, где игроки строят своё государство. У нас скоро новый сезон, поэтому будем рады каждому игроку. Оценивайте это видео лайком и подписывайтесь на канал, ведь тут много интересного про Майнкрафт. Ну а я прощаюсь. С вами был Грит, всем доща, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok